В эфире новости на своем студии Роман Выстараб. Здравствуйте! И в этом выпуске вы увидите. Создание комфортной среды. Какие общественные пространства создают в Лермонтове? Ребенок в автомобиле. Какие мероприятия проводятся в край по безопасной перевозке детей? Спорт для всех. Какие условия создают в Ставрополе для развития физической культуры? Подрядчики-нарушители ответят за срыв поставки электротранспорта на Ставрополе. Контроль поставок троллейбусов в регион стал одним из главных вопросов рабочей встречи губернатора края Владимира Владимирова и руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы Мурсала Исмаилова. Внести нерадивых поставщиков в перечень недобросовестных подрядчиков попросил Владимир Владимиров. Мы проводили большие процедуры, связанные с обновлением нашего электрического транспорта в Ставропольском крае. Но вот подрядчик, который, к сожалению, пришел к нам, оказался не совсем добросовестным. И, конечно, хотелось бы задействовать ФАСО для того, чтобы эта организация все-таки больше никогда никакому региону не причиняла таких неудобств, как сегодня для нас. Мурсал Исмаилов подчеркнул, что Краевое управление антимонопольной службы активно взаимодействует с Центральным аппаратом по данному вопросу. Уже был сигнал. Мы обсуждали с нашими коллегами Центрального аппарата эту закупку, поскольку есть в средствах массовой информации были определенные публикации. Я думаю, ФАСО справил оценку. В Лермонтове завершают благоустройство скверов. В прошлом году он победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды малых городов. При поддержке губернатора Владимира Владимирова ход работ курируют специалисты регионального Миндора. Назвали пространство молодежной. Впечатление жителей собрала Кира Мартынова. Мы с мужем любим гулять, потому что это обязательный эмоцион для пенсионеров. Вот эта аллея была, все заросшее, все закидано бутылками непонятного происхождения. Собаки и все. Тут страшно. Это мы только с мужем, поэтому мы ходили за ручку, а все равно ходили. От сухостоя мусора и бутылок не осталось и следа. Вместо этого удобные пешеходные дорожки, аккуратные деревья и вот-вот обустроят зоны отдыха. Сквер «Молодежный» стал победителем всероссийского конкурса проектов по благоустройству малых населенных пунктов в прошлом году. Работы начались в апреле этого. Решение, каким будет обновленное пространство, принимали в прямом смысле всем городам. Формирование заявки шло в течение восьми месяцев. То есть это были общественные обсуждения, были электронные голосования. В ходе общественных обсуждений было определено жителями, что этот сквер должен быть посвящен молодежи и иметь точки притяжения, которые интересны молодому населению города. Главная фишка молодежного пространства – свой скейт-парк. В отличие от остальных, это не закрытая площадка, а вот такие вот зоны, которые раскиданы практически на протяженность всего парка. Их соединяют полосы для разгона и торможения. Также созданы специальные бетонные неровности и вот такие вот горки, для того, чтобы ребята могли выполнять трюки различной степени сложности. Разработали проект профессиональные спортсмены из Краснодарского края. На этом спортивная составляющая сквера не заканчивается. Здесь также есть площадка для стритбола и настольного тенниса. Кроме того, одна из зон оборудована тренажерами для маломобильных людей. Для любителей спокойного отдыха – деревянная котропа для прогулок. У нас четыре амфитеатра на этой территории. Один амфитеатр будет располагаться в зоне, где находится павильон «Культура». Павильон «Культура» – это кафе по обмену книгами. И впоследствии, я думаю, это будет одна из лучших точек притяжения для нашей молодежи. А еще в сквере установили освещение и камеры видеонаблюдения. Сложностей как таковых не было, только погодные условия, подвели дожди. А так никаких сложностей в принципе не было. Отставания по графику были? Отставания незначительные. Отставания, как я и говорю, пару недель. В принципе, через две недели объект будет полностью сдан. То есть укладываетесь в сроки? Да, укладываемся. По словам подрядчика, объект готов уже на 92%. Хотя официального открытия сквера еще не было, первые посетители здесь уже начинают появляться. То, что было здесь и то, что сейчас, это прям очень разно. Мы очень рады, что вообще такое бывает. Проект очень подходящий как раз таки для нашей молодежи, особенно вот скейт-площадка. Это очень в тему даже, потому что у нас много ребят, которые катаются и им негде кататься. В принципе, очень хороший, очень красивый парк получится. Обновленный сквер станет не только местом притяжения лермонтовской молодежи, но и обеспечит город дополнительными рабочими местами. Так, при запуске спортивного центра, книжного магазина и кофейни ожидается открытие около 10 вакансий. Кира Мартынова и Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Рейд «Безопасно ли ребенку в автомобиле» провели на Ставрополе. Госавтоинспекция проверила, как родители перевозят своих детей. Сколько нарушителей удалось обнаружить и какие правила нужно соблюдать. Наша съемочная группа все узнала. Ребенку сколько лет? А? Ребенку сколько лет? Привет, привет. Ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве. А нельзя идти, что ли? Нет. И такие водители не редкость. Далеко не всем известно, что бескаркасное автокресло не рекомендуется к использованию. А детей до 7 лет в такой конструкции и вовсе перевозить нельзя. Штраф 3000 рублей. К примеру, этот водитель попался на нарушении. Его пятилетняя дочь находилась в бескаркасном автокресле. Впервые услышали? Впервые услышали, да, вот это. Вот мы покупали и сказали, вот этот покупатель и все. А кто сказал? А? Кто сказал вот этот покупатель? Ну, на ГБДД тоже сказали так. Нет, пункт 21. Ну, там написано, на интернете тоже прекрасно написано. Должно быть сертифицировано. Ну, без проблем будем исправить. Ну, мы надеемся, что... Знаете, что у нас... Когда за креслом поедете? Ну, может, сегодня я покупаю и поедем без проблем. Рейд «Безопасно ли ребенку в автомобиле» Госавтоинспекция края провела для выявления таких нарушителей. Однако многие родители знают и соблюдают правила перевозки детей в автокреслах. Когда родился у нас сыночек, мы незамедлительно приобрели тоже про запас кресла уже до 12 лет, а до этого он в люльке катался. А так как? Это самое ценное, это самое дорогое, поэтому на этом экономить нельзя. Четверо детей, все в кресле перевозятся, порядок, безопасность. Старшие в школу ходят сами, вот один садик. И всегда перевозите в автокресль? Обязательно, конечно. И даже которые постарше? Дети. Ну, кто должен в кресле, тот в кресле, кто пристегивается, тот пристегивается. О правилах перевозки детей в автомобиле известно даже тем, кто регулярно находится в пассажирском кресле. Можете нам рассказать, как вы перевозите, осуществляете перевозку вашего ребенка? Ну, у нас на заднем сидении автомобиля есть детское автокресло, вот, пристегнутое по всем правилам. И вот там ездит Никита. И его мы тоже пристегиваем. Мы хотим Никите вот такой, да, цветоотражающий элемент, чтобы он был более заметен. Давай сделаем тебе вот такую штучку. Вот сюда приклеим, чтобы ты был виден издалека. Да. Молодец. Что надо сказать? Спасибо. Всем законопослушным родителям и детям выдали световозвращающие элементы и ручки. И стоит отметить, что таких автолюбителей подавляющее большинство. Сегодня проводилась краевая акция на территории Ставропольского края, вблизи дошкольных образовательных организаций, где задавался родителям вопрос, безопасно ли ребенку в автомобиле. Выяснялись причины все-таки неиспользования детских удерживающих устройств. Это незнание правил дорожного движения, либо просто неисполнение прямой родительской ответственности. За время рейдов Ставрополь госавтоинспекторы выявили два нарушителя. На водителей составили протоколы и выписали штрафы. Никита Лукьянченко и Павел Сельверстов. Ставропольское телевидение. В Пятигорске стартовало строительство блочно-модульной котельной. Она будет снабжать теплом центральный район города. Мощность котельной составит 16 мегаватт. Работы проводят за счет средств Фонда национального благосостояния. О других новостях края расскажем в нашем обзоре. В Ставрополе завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Там обустраивают тренажерную зону, беговые дорожки, трибуны на 100 мест, а также площадку для игровых видов спорта, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта. Работы проводят по краевому проекту «Спорт. Норма жизни» на спроекта «Демография». Завершить строительство планируют в этом году. Подходит к концу капитальный ремонт второй школы Станицево-Расколеской. Специалисты завершают отделочные работы в помещениях, параллельно обновляют входную группу, завозят мебель и устанавливают оборудование, сообщили в региональном министерстве образования. Также благоустраивают прилегающие к учреждению территорию. Ремонт проводят по программе модернизации школьной системы образования. В Степном завершился капитальный ремонт дороги на улице Южной. Натрезки обновили покрытие, проезжей части укрепили обочины, сообщили в региональном Миндоре. Работы провели по краевой госпрограмме развития транспортной системы. На этом у нас все. Еще больше новостей вы сможете найти на нашем сайте stv24.tv или в социальных сетях. Также напоминаю, что у нас работает телефон для ваших обращений. Пишите нам в редакцию на номер 8 928 350 8070. В студии был Роман Выстар, Абдаля Алексея Форсикова расскажет о погоде. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на среду 30 октября. Погода у нас типична осенняя, слушайте. В центральной территории края небольшие дожди в Невиномысской и изобильном. Днем до плюс 14, а ветер всего 2 метра в секунду. Краевой центр облачно с прояснениями плюс 13 и ветер 3 метра в секунду. Минводы тепло до плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер 3 метра в секунду, световой день 10 часов 15 минут. Кавминводы без осадков только в Пятигорске. Днем там плюс 15. Небольшие дожди в остальных городах. Днем от плюс 12 в Железноводске до плюс 15 в Пятигорске. И ветер одинаковый на всех курортах 2 метра в секунду. Восточные территории. Тепло. Малооблачно в Невтекумске. Днем плюс 18 и ветер 3 метра в секунду. Буденновск. Небольшие дожди и днем плюс 16. Север края. Небольшой дождь в Дивном и плюс 14, а ветер 3 метра в секунду. В Ипатово облачно с прояснениями, без осадков и те же днем плюс 14. На сегодня о погоде все. Увидимся. Своё ТВ. Главный телеканал Ставропольского края. Актуально.